привет с вас домики для цитрусов сегодня будет ролик о прививочках я покажу один нюанс на готовой прививки мне нужно переделать прививочку с апельсина соустиана мамга и хочу привить олеандр вроде бы как он тоже должен прививаться хорошо у меня есть три экземплярчика для розового экземпляра это персиковый белый и вариегатный и потом посмотрим как хорошо получаются прививки на олеандре я еще не пробовал то я принципе олеандр завела только в этом году само это растение было мне не очень интересным но раз уж так получилось что он у меня появился то почему не попробовать его перепривить смотрите какие есть моменты я сделала прививочку микроцитруса какой-то финиперсовый микроцитрус вот и из колюса отросла веточка по двое если бы это было не прививка не микроцитруса другого растения листочки у которого похоже можно было бы принять по двой за вполне культурную сорт и дать ему отрастать смотрите насколько он там рядышком отрос то есть это он уже под распух когда меньше было было непонятно где это то есть мы сделали прививку комбиальные слои совпали образовался колюс и на колюсе образовалась почка по двое и вот она отросла то есть в местах прививки нужно очень внимательно смотреть потому что отрастет у вас такое чудо вы примете его за тот культурный сорт который привили в итоге сама прививка может пропасть а поскольку это уже вместе прививки она там за растет обрастет и вы подумаете что это тот сорт который вы прививали то есть его конечно же нужно срезать но здесь очень четко ярко вот выражено такое такое соседство то есть этого по двоечка нужно культурника отрезать так чтобы ему у него не было желания отрастать то есть понимаете какая может быть фишка по двое отрастет аккуратно замаскируется не понимая что у нас там отросло будем тебе спокойненько растить сейчас снимем уже эту ленту прививочную и пусть тебе растет прививка пришлось хорошо хорошие приросты выдал прививочка была сделана за кору хорошо отросла и у нее уже хорошие прививки можно их даже вот так вот стянуть и немножечко прищипнуть чтобы они вот так вот были по компактнее все обязательно смотрите что у вас отрастает чтобы не рос дикарь на хлебником хорошо если это четко выраженная разница а если не четко то будем растить еще и дикаря вот у меня был привит апельсин саутиана и не прижились оба череночка к сожалению пропали по двое отрос вот значит я срежу ниже проснувшегося подвоя по какой-то причине это все может быть неживым сейчас вообще разрежем посмотрим так и для наглядности что творится здесь под пленкой какой-то причине прививки не удались все благополучно засохло и высохло тоже образовалась какая-то плесень плесень образовывается на неживой органике значит сам подводчик частично тоже подсох срезаю я под проснувшейся почкой здесь сто процентов будет живой давайте тут разрежем посмотрим то есть до древесина сухой до почки здесь сухо потому прививочки не удались по какой-то причине подсохла вот у нас теперь зеленый красивый подвой живой мы точно знаем мы видим почку и сделаем сюда две прививки за кору точно таким же способом кора отделяется легко инструменты я недавно подточила забрала заточки тоже классно режет все срезаем наискось наши черенки чуть-чуть много срезал сейчас растеку подальше заправляем это было бы сразу очки одеть ну ладно вроде все совпало другой череночек точно таким же способом когда вы делаете срез старайтесь уже срез пальцами не трогать не оставлять там жирные пятна свои следы то есть все срезали зачистили пятнами прививку не олапайте если вы один раз лапните прививка приживется это нормально но все же постарайтесь не лапать прививки пальцами все заправили два черенка за кору хорошо заправилась у нас обматываем прививочной лентой и накрываем пакетом то есть старайтесь это делать так вот максимально быстро заготовили все среза сделали зарезали замотали пшикнули водичкой пакетик одели хорошо прижали и ждем результат увлажнили наша привой пакет все осталось все пакет листочки заправить можно прививать черенки без листьев через какое-то время через несколько дней листочки могут отпасть и быть в пакетике это ничего страшного это абсолютно нормальный процесс так что не переживайте переживать когда уже не получилось нужно искать череночки и переделывать манга моя по какой-то причине прививочка не удалось но подводчик пошел расти мне есть еще череночек я смогла срезать такой худенький и сейчас мы его переделаем для начала я срежу то что не получилось эти просто почернил и все то ли не совпало то ли не захотел то ли звезды были против вот что у меня остается у меня остается такой пенечек вот этого попробую привить на длину этого пенька до листочков чтобы не срезать все не губить весь подвой можно было бы срезать и привить вот сюда ну ладно я оставлю листочки уберу вот эти вот проснувшиеся приросты на дикарики сейчас проверим совпадет ли диаметр диаметр у нас совпадает чуть-чуть не совпадает потому сделаем не по центру разрез а немножечко сбоку сделаем вот так вот сбоку не по центру вообще просекаем до краешков до этого очень не сказала перекрестка делаем два косых среза аккуратнее надо делать все острый инструмент у меня я все по привычке что он у меня как обычно уже немножечко подтупленный что тонкая таксикатора не срежет такой красивый зарез и вставляем его нашу заготовку вот так совпадает диаметр хорошо то есть если у вас не совпадает диаметр сделайте разрез не по центру а немножечко сбоку и у вас все совпадет то есть не обязательно там перестреливаться или извращаться делать прививку за кору просто сделайте зарез на по двое чуть-чуть сбоку постарайтесь пальцами не лапать ваши срезы и все приматываем и надеемся что в этот раз все у нас получится все одного кусочка мне мало я возьму сейчас еще один это будет большой и неудобный разрежу вот и еще разочек пройдусь ленточкой растет в торфе горшочек легенький грунт легкий все приматали приезжали берем такой длинный зип пакет 10 на 20 увлажняем сам по двое увлажняем сам пакет и одеваем его на прививку через несколько дней листочки могут отпасть и красиво лежать пакетики так что не переживаем по этому поводу эти листочки заправим сюда потому как замкнется пакет на прививки к заправляли вот отломали пока они там будут выполнять фотосинтез давать питание нашему подводчику вот пусть так и пусть все мне осталось его полить и поставить на место где он будет стоять и прививаться и олеандр я хочу привить олеандр и сделать его цветным один куст вот мой розовый экземплярчик у меня еще есть один но я не знаю какого цвета а хочешь прийти белый попробовать еще посмотреть как удадутся прививки потому экспериментальным будет розовый мы оставим его розовый цвет превью белый персик и варегатный эту ветку в ветка пушистая оставим ее розовой вот эту веточку удалим у олеандра в очень ядовитый сок так что при всех манипуляциях пожалуйста аккуратней не облизывайте потом руки не трите срезами черенков около глаза около слизистой ополочки дабы ничего не повредить себе вот так мне нужно сделать три прививки вот эти скелетные веточки и возьмем так вот и вот эту пожертвуем для красоты и экспериментов вот вот что получается получается одна розовая веточка сюда сделаем маригатную белую и персиковую белый конечно еще не до конца распустился но видны и белые бутоны так что он сто процентов будет белый срежем его так вот цветочки естественно нужно удалить то потом еще посмотрю может что-то нужно будет там укоренить эти листочки подреживание не нужны вот диаметр чуть-чуть не совпадает но срежем срежем поближе поближе к краешку не забыть вообще что он ядовитый что олеандра я еще не прививала все остальные растения у меня не ядовитые так чтобы руками ничего не потереть вообще олеандра еще называется тещин букет кто-то в какой-то момент очень полюбил тещу якобы там он тут ароматный но из-за сока ядовитого его назвали тещин букет чего-то рассекаем зарезаю два косых среза на клинышек срезы руками не лапаем помним об этом теперь сейчас померяем ну вроде вроде хорошо совпадает и приматываем пленочкой посмотрим будет очень интересно если все получится на одном кусте будет и белый и персиковый и варригатный хотя варригатные все цветут розовыми цветами но красота листьев еще никто кресту листьев не отменял вот так это белая и не мешало бы по подписывать ладно это сделаем потом так белый есть сейчас возьмем персиковый персиковый вот по цвету вот такой беж беж перс потом те экземплярчики я пересажу пусть тоже у меня будут наверно высоковато я прихватил так вот так что все такие экземпляры привозят отдыхающие есть еще махровые экземпляры кто где отдыхает ой купила его он вот со счетовкой нужно аккуратно смотреть а то сик как покупанным экземпляром так персик у нас пойдет сюда тоже нет не совпадает диаметр значит разрежем не прям по центру на чуть-чуть наискось тут вот рассекаем делаем срезы косые ровненько ровненько и сейчас примерим так с одной стороны хорошо совпадает с одной не очень здесь будет прям прям шикарно чуть-чуть не совпадает надеемся что кальбиальный слой поделится образует колюс не такое что тут сложное растение чтоб не привиться прививаются же адениум и все остальное прививается успешно так что он надеется сейчас еще разочек недостаточно обмотала плотненько на всю длину ждать так белый персик и теперь варигатный но варигатного здесь три веточки так срежем так и прицепим что ж теперь делать куда этих малышей девать девать их некуда маленькие очень череночки потому я так и оставлю такие три веточки листочки укорочу мод даже петрушка диаметры разные сейчас мы вот так вот зачистим эти почечки и вот так вот с краешку сделаем натрез аккуратнее вот так вот потому что варигатного то нету переделать белый персиковый там побольше вот так совпадает с той стороны с этой стороны хорошо совпадает с той чуть-чуть все равно вот с этой стороны будет совпадение получше то стоит тоже нормально будем ждать результаты особенно нехорошо если упадет срез в грунт уже вымажется нужно будет замыть обновить срез потому как все эти внешние источники не очень хорошо будут влиять на приживаемость грунт наши руки залапанные три прививочки готовы я вот что-то с этим черенком разогналась и его немножечко укорочу потому что высоковато и вот вот так вот мне кажется будет получше покомпактнее а второй второй тоже пошел что-то я тут черенки по отрубала так по отрубал а вот розовый белый персиковый и варигатный и потом посмотрим как быстро приживутся я их подписала число сегодняшнее поставила одеваем пакетики держим кулаки потому что интересно я не знаю вообще не искала ролики в интернете прививал ли кто-то олеандр наверно что-то попробовал привить ладно попробую и я и будет у меня такой большой красивый куст разноцветный я до сих пор не была там прахильником олеандров они как бы меня не впечатляли но случайно так получилось вот а место очень мало так что если у меня будет один куст чисто белый мой любимый цвет и один цветной куст я буду очень даже рада вот все отелись и пакетики и теперь держим кулачки эти экземпляр чеки я пересажу это белый и персиковый и варигатный может быть попозже когда они придут нормы будут красавчиками они уйдут в хорошие руки а пока будут приходить норму вот такие нюансы по прививочкам обязательно проверяйте откуда у вас выросла прививочка не отросли это на колюсе подвой потому как быть потом беде вы вырастите не то не то что прививали обязательно внимательно смотрите оставляйте только прививку все остальное лучше удалить переделывайте если не получилось потому как видите прививка не удалась и сам подвойчик немного подсох хотя непонятно потому что я не могла привить джинсу хоть подвой он был нормальный я срезала ему башку снесла это был дикарь хороший я снесла ему башку и сделала прививку как видите и прививочка подсохла и сам подвой немного подсох потому не расстраивайтесь просто переделывайте прививку и экспериментируйте если у вас там есть адениумы разноцветные если есть олеандры давайте попробуем их тоже перри привить и сделать на одном кусте такой себе сад цветущий разноцветный так что все можно переделать нужно экспериментировать прививайте пробуйте экспериментируйте оставляйте комментарии всех обнимаю до новых встреч пока